В нашем городе, в городе Калининград, происходит беспредел. На безоружных, френдли людей нападают без предупреждения. То есть, смотрите, что получается. То есть, схватка была вообще молниеносной. Я не ожидал такого подвоха, конечно, в Калининграде особенно. Поэтому, ну, что сказать. Тот, кто на меня напал, погиб. Я чудом выжил. Конечно, очень сложно. Это все морально. Такое, знаете, разочарование в калининградских пчелах. Друзья, всем доброе утро. Новый день, новый влог. Вот такое выступление от Виталия. Потому что его окусила пчела, вы представляете? Друзья, наболело. Наболело прям. Больше нет сил вот этого вот, сдерживать это все в себе. Вот это вот, прям вот, не могу. Должен рассказать. Знаете, как укусила, представляете? Работал в этой, в маске сварочной. И она под эту маску залетела и укусила. Вот такая вот. Как так произошло, да? Напала без предупреждения. Будьте осторожны перед тем, как приезжать в Калининград. Вообще, кстати, думали, что не будет так сильно опухшее. Потому что, когда только укусила, ну покраснела, немножко отек был. Но сейчас проснулись утром, вообще невозможно. Надо чем-то мазать. Посоветуйте чем-то, может быть, помазать или какие-нибудь сделать примочки. Да, можно я еще скажу? Давай, конечно. Первый день я думал, что у меня иммунитет на укус пчел. Потому что было легкое покраснение. Второй день я начал уже что-то подозревать. На третий день. И третий день вы видите, вот что происходит. Вообще, даже просто не мог с утра глаз открыть. Друзья, мы завтракаем. У нас на завтрак сырнички, кофе. Лера пожарила свеженьких. Сырничков, кофе. Отличнейшая погода. Плюс 33. Ну, завтра должны пойти дожди. И вот вчера поливали. Все поливали. Но, конечно же, все равно, знаете, ну, все равно жарко, короче. Для цветов тоже жарко. Розы уже так отсвели даже немножко. Ну, все равно красивенько смотрится. Я еще не выходила, не смотрела, что там с пионами. А, вон они тоже красивые, но они немножечко так, это, под своей тяжестью наклонились. Вот, друзья. Так что на море мы еще не были, не ездили. И, судя по всему, не попадем. И, судя по всему, не попадем, потому что, говорят, что там огромное количество людей. И все там тусят. Друзья, мы с Сашей прибыли сейчас на Сельму. И вы, наверное, уже догадываетесь, для чего. Сегодня, в общем, 21 июня, и я бы хотела себе поставить ботокс. Я не знаю, может быть, и Саша сразу поставит. Точно не знаю. Потому что мы не знаем, как Ируся правильно записала. То есть на консультацию или уже сразу сделать процедуру. Ну, в общем, покажу, сейчас все расскажу. Как бы я сейчас скажу, сейчас вам скажу, что я хочу. Короче, видите, я вот так щурюсь, и у меня вот здесь вот морщины. И вот когда поставят мне здесь ботокс, то будет, наверное, уже не так сильно. Ну, то есть морщинки эти уйдут. И вот так вот я хмурюсь, и у меня вот это вот тоже залом. И я думаю, что когда мы сейчас ботокс поставим, то этот залом тоже уйдет. Ну, в общем, вот что хочу. Сейчас весь процесс вам сниму. Ну, и посмотрим вообще, как он потом, в конце концов, у меня там все разгладится или нет, да? Так что вот, все, друзья, пошли. Хмуримся, хмуримся. А мне просто не морщится просто. Давайте нахмурьтесь, а расслабьтесь. Ну, все, друзья. Видите, вот такие вот прокольчики здесь. Нужно сейчас активно морщиться. И вот у меня вот этих морщин не должно быть. Видите, как я? Вот такие заломы тоже. Сейчас буду, в общем... Теперь задача моя в течение 15 минут активно морщиться. По-разному еще. И через 2 недели нужно прийти на осмотр. Я уже записалась. Для того, чтобы что-то доколоть. Ну, вдруг, если что-то не станет. Ну, в общем, нужно еще обязательно через 2 недели посмотреть. Ну, расскажи, что тебе делали? Я же-то не ходила с тобой. Что делали? Мне сделали лоб, накололи лоб. Больно было? Ну, оказывается, я трусиха. Трусиха? Больно было? Что, слезки текли, да? Нет, слезы не текли, оно не сильно больно. Ну, терпимо. Ну, вот, видимо, я не люблю такие процедуры. А возле глазиков тебе колола? Не колола. Мне только бровь. А, ну, значит, у тебя нормально совершенно. Значит, у тебя нормально. Сказала, да. Вам пока не надо. Потом сказала, ну, вот, с 5 по 12 у нас осмотр. Ты записалась на какой-то или нет? Нет, я сказала, с 5 по 12 записаться можно. Я на 9 записалась. А-а. Я думаю, сразу. Ну, ну, и что? И что? Сколько она тебе единиц уколола? Сколько ты заплатила? 22. 22 единиц? А сколько ты заплатила? 4 тысячи. Ну, нормально. Нормально, потому что не это. Смотри, ну, хорошо. Вот, получается. Прямо хорошо, да. Смотри. Вот бровки вот это вот. Хорошо. Слушай, ну, лобик прям везде. Вот видишь, как ты хмуришь, не хмурь. А, ну, сейчас надо хмурить. Надо сейчас хмурить, да. И что сказала? Филер, если, ну, если я смотрю, если ей что-то не понравится, то можно филер, да? Да, конечно, можно филер, да. То она его... Ну, это ты уже падешь, короче. А она сказала, куда? Ну, куда филер? На лоб? На лоб. На лоб. Если вот это не поможет, то лучше его. Ну, что его она не знает. Поняла, короче. Верси, видишь? 279,90. Вот здесь. Ну, тоже неплохая. Ты на рынке почем брала? За 300, можно. 300. Земляника 339 за килограмм. 350, вспомнила она была. Ага. Ты знаешь, что, я думаю, мы сейчас шутки 4 яблочка, да мы возьмем. А зелень у нас есть? Укроп там? Укроп есть, лука немного есть. Ну, лука как бы не надо там сильно, да, Ируси, без лука. Да. Вот эти типики, да, сразу. Да. А мы что же, мы что же покупали в горшочке сразу? Угу. Пицца. 119 рублей скидка. Нормально ценен, да? Но она не супер, конечно, вкусная, но так вот чисто. Красиво выложили филе трески с кожей, я аж подошла, считай, 3109 за килограмм. Нормально. А, филе судака 569. Вот такие. Да, картошка 482. Какой-нибудь сырочек взять еще. Можно натуро. Нормально. Друзья, ну а у нас на обед сегодня крошечка. Вот такая, смотрите, замечательная. Сейчас осталось еще дорезать картошки, и все. И будем, в общем, сегодня кушать окрошку, то есть в такую жару. Ну, что спасает? Только, наверное, окрошка и все. А потом покушаем, и хотим с Виталией поехать уже в город, поснимать какие-нибудь ваши хотелочки, ну и немножко прогуляться, когда жара спадет. Что мы делаем? Лечимся. Лерочка делает окрошку. Я лечусь. Кто бы мог подумать, что нулевка все-таки пригодится, да? Ай, друзья, вообще. Ну, почитали, что нужно холод прикладывать, фенистилы мазать и антигистаминное выпить. Ну, короче, сегодня третий день, решили, что лучше поздно, чем никогда. Да. Надо было сразу, конечно, сделать так. Кто знал? Кто знал, да. Мы думали, что не будет ничего. Мы думали, ну, подумаешь там, чуть-чуть, как бы укусил, ну, красненькая, ну, вроде нормально. Есть же люди, которые равнодушны к еду. Да, да. Есть же даже у кого они напухают, ничего там, да? Да, я наивно думал, что я один из них избранный. Друзья, ну все, мы с Сашей нарезали окрошку, и теперь смотрите, еще у нас две кастрюли. А знаете почему? Потому что мы едим все в разных этих. Саша любит на воде, там, с уксусом. Ну, то есть, тоже вкусненько, но вот, а мы больше предпочитаем на квасе. Вообще, друзья, расскажите, я уже вас спрашивала, на чем вы больше любите на квасе, или на воде, или, может быть, на сыворотке. А еще есть люди, мне кажется, делают даже на кефире, по-моему, да? Есть люди на кефире делают? На кефире, на айране. На айране, точно, точно. То есть, разнообразное такое. Ну, в общем, окрошка в такую жару, вообще, самая классная тема, мне кажется. А у нас она настоящая, она у нас и с редисом, и с зеленью. Ну, короче, тут у нас запах стоит просто божественный. Друзья, ну, наконец-то начала спадать жара. Ну, уже вечер, уже 6 часов, наверное. И мы сейчас выдвигаемся с Виталией. Ну, во-первых, съездим, посмотрим улицу Суздальскую, дома 1, 2, 3. И потом с вами прогуляемся по городу, не знаю, посмотрим куда-нибудь, в какие-нибудь места зайдем. Видите, каждый день поливаем наши цветочки. Жидкости, воды им не хватает. Но нам еще нужно будет их обязательно подкормить. Да, бабусь? Сегодня сделаем. Сегодня опять будем поливать все? Да, наверное, придется. Вы что видите? Не выживает все в такой жаре. Постоянно нужно следить. Нормально? Им хватит? Бедняжечки. Ну, конечно, солнце такое тут полило на них. Друзья, ну, мы вот прибыли сейчас на улицу Суздальскую. И вы просили показать, что вокруг, какая инфраструктура, что есть, как добраться до остановки, посмотреть, где школа, где детский сад. Ну, так оценить. Да, здесь с последнего нашего визита, на Суздальской 11 у нас там есть обзор, да? Да, я вам сейчас скину. Появился асфальт, тротуары, велосипедная дорожка. Ага, вот она здесь. С двух сторон. Причем велосипедная дорожка, с двух сторон тротуары. А раньше было что, просто? Я уже не помню. А раньше было плитами вымощено. Плиты, пыль. А, да, помню, помню. Мы еще доходили вот до самого этого, да? Да. Нам показывали квартиру вот в следующем доме, да? Ну, хорошая квартира, однокомнатная, показывали, без балкона. Но помнишь, какая там большая гостиная? Да, она там уже одна осталась. Нам, кстати, наверное, надо сейчас по тротуару пойти. Собаки. Собаки, привет. Привет, нас ничего нет. Ругается. Что вы, говорят, мне ничего не дали. Вот, пожалуйста. Ну, и когда мы приезжали, на месте стройплощадки был только забор, да? Да. Просто ровная площадка. Полгода, наверное, прошло, да? Может, чуть больше. Может, чуть больше. Ой, ну что ты бросаешься на все? Тут шахту открыли, вот, пожалуйста, уже. Твоя собака, Ле? Нет, все моя. Но он думает, что он мой пес. Ну, у нас ничего нет, мы не брали еду. В принципе, все выглядит довольно прилично. За год привели в порядок. Да, здесь был какой-то пустырь, что-то трава по поясу. Помнишь, какие-то? Ну, вот, этот дом, да? Суздальская ЖК Суздальская 3. Ну, уже седьмой этаж строят, да? Да. Подымают. Это прям кирпич. Монолит кирпичом, да? Да. Не ходите по велосипедным дорожкам. А, ну, кстати, слушай, остановка прямо перед домом. А, остановка общественного транспорта перед домом. Очень удобно. Обратите внимание, вот эти дома уже достроены, да? Конечно, сделали здесь остановочку. А сегодня почему никто не работает? Жарко? А, нет, наверное, уже все закончили. Сейчас уже 18.20. А, точно. Закончили, наверное, до 6. Все строго у них. Да. Но остановочка тоже новая, видите, все нормально. Все хорошо. Ребят, сейчас посмотрела на ЖК Суздальский 3. Срок сдачи второй квартал 22-го года. Не знаю, у меня 439. У тебя что за сайт Калининград этажи? Я зашла на другой сайт, и у меня цена за от 2 миллионов 723 тысяч. Это дом комфорт-класса. 300 тысяч накинули, что ли? Ну, где-то, может быть, даже за 2 700 уже не купишь. Наверное, дороже. Так они, знаете, непонятно. Друзья, движемся мы. Это уже построенные дома улицы Суздальской. 11-й серии. Да. 11 А, Б, Б. Посмотрите, у нас есть видео про эти домики. Да, вот. Это у нас товары для дома, сувениры, подарки. Мир посуды. Хозяйственный магазин. Ну, в принципе, если есть там остановка, да, то, собственно говоря, особо пешком тебе там ходить не нужно. Да, больше уже ничего и не нужно. Ну, кроме как в магазин. Вот я думаю, что если ты в магазин будешь выходить, да, то однозначно, конечно, надо найти ближайший какой-то большой магазинчик. Ну, вот, наверное, с пакетом мужчина идет в магазин. Ну, и так. Да. Ну, из-за того, что как бы тротуарчики сделали, все выглядит ухоженно. Ну, да, здесь прям по-хорошему. Да, дорога тоже хорошо выглядит. Ну, и здесь до Московского проспекта, буквально, не знаю, сколько, метров 500, да. Угу. Да, ну, на Московском проспекте, конечно, все есть, магазины есть, все есть, это вообще как не проблема. Ну, так тихо здесь, да? Слушай, вон, я вижу продукты. Ага. За лукой, да. Ну, там частный сектор слева. Да. Вытесняют потихоньку. А то какой-то заброшенный завод, я так предполагаю. Это он с виду заброшенный, а так это процветающее предприятие. Да там деревья растут. И они небольшие, им всего-то лет 7. Да, на Московском проспекте, конечно, можно все найти. В Иноградске Транс, это, получается, автобусы? Автобусы здесь, ага. Ну, кого лэп принимает? Угу. Ну, лэп такой мощный, конечно, здесь мощный. Ну, да, там такая развязка хорошая. Ну, знаете, вот, конечно, люди тут диковаты. Вот по велосипедным дорожкам ходят. О, там опты розницы, продукты. О, это пойдем, это что, это кашинкерри, что ли? Не знаю. Пойдем посмотрим. Нам, кстати, туда советовали, друзья, сходить. Там недорогие... Ничего покупать не будем. Не будем. Ну, хотя поснимаем, там недорогие закрутки. Пошлите глянем. Ну, в общем, для местных жителей так-то неплохо, да, такой магазин. Ну, да. 400 метров это. Ну, если квартиры за 2,700, то, конечно же, лучше здесь купить за 2,700, чем, например, где-то вообще далеко в московском районе, где я езжу. Давайте сходить из 2,400. Давайте. Как указано на сайте. 2,400, это мне больше нравится цена. Если 2,400, то, конечно, да, лучше здесь, чем в московском районе. А 2,700 тоже? Ну, да. Там что-то даже дешевле, получается, чем в московском районе. Ну, здесь хорошая развязка, мы сейчас попробуем по этой дороге еще поехать в обратную сторону от московского. Я подозреваю, что он выходит где-то туда, на Гагарина, наверное. Ну, да. Посмотрим. Так, куда тут идти? Вон вход, смотри, большими буквами. Это, это, это СНТ. Это СНТ, хоп. Да, 3,500 за 750 тысяч. Да. То есть это большие дома, это не частный сектор, не ИЖС. Мясо просто... Ой, и Бакалея, ребят. Здесь прямо оптовочка. Ну, пойдемте. А, здесь мясо. Смотрите, как можно ребро купить. Почем ребро? Без карты стоит 890. А, 89. Что за 100 грамм? За килограмм. Да. Ребро такое хорошее. Неплохое ребро должно, вам сказать. Ну, да, за 89. А вот такое ребро лента по 209, но тоже хорошая цена. А вот для собак, смешно. Может, собачка возьмем? Ну, они тут пишут, что пакеты в магазине исключительно под большой объем не советуют. Ну, вот такого возьмем. Ну, они пройти и пишут. Ну, возьмем. В общем, друзья, здесь очень большой выбор мяса. Филе индейки 379. Конечно, дешевле. Это получается по карте 350. Да, это у них карта, если покупаешь, то пожалуйста. Ну, хорошая цена. Вот тоже здесь в тилапе. И кальмар есть, смотри, какой хороший. Кальмар краснодонский. Без карты 429, а так 396. Тоже хороший ценник. Командорский. А вот тоже... А смотри, они и сами коптят здесь. То есть, это филе свиное копченое. Ребрышки такие, да. Когти свиные. Может, копченую ей взять какую-то штучку? Да нет, ну, это же вредная. Вредная? Ну, ладно. А это чем? А это индейки, да? А это карпатчи, да, курица. Карпатчи. Ну, хорошая, хорошая. Заливнулась языком. Хороший здесь магазинчик, скажу я вам. Большой выбор шашлыка. Здесь ребро тоже на ленте. Вот, вообще. Очень большой выбор здесь говядины. Тоже неплохой. Смотрите, цены. Ну, прям свеженько, свеженько. Шея прям свежая такая. Вырезка свеженькая. Вырезка 379. Без карты 359 по карте. Очень хорошие цены здесь. Я ее еще не знаю. Да, 290. Хороший, корейка. А вот, смотрите, какая замечательная заморозка. Цена по карте 455. А вот смотри, смесь какая отличная. Вот мексиканская. Смотри, какая. 392. Облитка? Да. А, подожди. А, 2,5 килограмма, 820. Отличная цена. Большой купюр. Слушай, а может, мексиканскую смесь возьмем? Ну, может, не будем тащить. А почему? Давай. Ты же говорила, что не будет. Что я увидела по такой цене, потом не приедем сюда. Давай возьмем вообще кукурузки замороженные. Смотрите, вот это пиво дорогое, которое Виталия покупает, оно стоит 84 рубля. А так оно обычно вообще дорогое. За 100 чем-то. 150, 140. Так что хороший магазин. О, теперь, смотрите, и рыбку здесь продают отдельно. И вот Бакалея. А Бакалея, где там вход, интересно, у них? О, здесь и чаев сколько, и печенек разных. Слушайте, какой хороший магазин. Прям, ну, реально такой прям. И чай здесь можно подешевле взять. Муки сколько, огромный выбор. Вот зефирчики мы сегодня брали. Да, просто замечательный. Это вафельки польские, наверное, с шоколадом. 600 грамм, 228 рублей. О, много, кстати, польских. Смотрите, пряники польские по 63 рубля. Много всего такого. Можно, кстати, да, прянички взять польские. Чего, они вкусные? Польские нормальные. Вот эти тоже, предпринимаю, что вкусные. С шоколадом. Возьму. А вот эти голоретки. Помните, которые были? По сути, у нас 105 рублей сейчас. Ну, тут много польского, много. А вот такие вафельки тоже, смотрите, польские. Большие. Хороший магазин. А вот тоже поход, я так понимаю. В общем, тут рулетики, тут, в общем, завалить всего. Реально очень много. Очень-очень много всего. И какао, и вообще здесь. Ну, вы сами видите. Очень много польского товара. Пытай, шоколадные постилки. Чакопайки. Кинейский готовый завтрак за 148. Слушайте, ну, вот этот магазинчик стоит приезжать. В общем, здесь икру. Смотрите, тунец 52 рубля. Сардинелла, скумбрия 51, сардина. Ну, пожалуй, это самые недорогие цены. Маковая начинка 201 рубль. Смотрите, готовая. Ананасы 77 рублей кусочками. Смотрите, какой здесь выбор печенья. Вообще. Просто. Просто огроменный. Да и всего. Здесь у нас шоколадки, нации, кукуруза. В общем, цены очень приемлемые. Я так рада, что мы сюда зашли. Друзья, ну, мне понравился этот магазинчик. Здесь действительно можно купить, ну, в принципе, знаете, и чай, и все-все-все-все по доступным ценам. И к чаю. Так что, ну, классно жить, да, с таким магазином рядом. Это тебе не Виктория и не эти... Спары. Не Спары, да. Мы купили там маленькую косточку собачки. Ну, она где-то делась. Сейчас, может быть, будем назад идти и увидим ее. Ну, а так вот, выходим из магазина. Вот этот завод. Вот Суздальская. Вот заброшенная заправка. Это СНТ. Продам. Продам, да. 750 тысяч. Три с половиной сотки. Ну, такое, да, себе. Ну, наверное, местоположение. Местоположение. Ты в городе. Чувствую, что с этой косточкой что-то домой ее принесем. А вот строители, видите? То есть, после работы пошли прогуляться немножко. Загорелые. Мы решили проехаться по дороге от Московского в обратную, да? Ну, да, мы даже не знаем, кстати, куда она ведет, да? Мне кажется, мы когда-то ездили, да? А ты думаешь, куда мы выйдем? Ну, где-то Гагарина. Наверное, Гагарина, да. По идее. А вот тут, когда мы еще были, тут еще стояли краны, все строилось. Сейчас уже все построили. Уже деревья посадили. Уже деревья посадили. И дальше строят еще что-то. Да, и дальше еще один ЖК. Это... Суздальский тоже. Да? Нет, это модуль. Это он же, да, модуль? Да, вот, пожалуйста, тоже ЖК. Суздальский. Все? Едем, 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 едем. Все, приехали что-то. Здравствуйте. Нету дороги. Ну, никуда, да. Начало неплохое. Интригует. А туда дальше будет в лице Гагарина. Какой-то завод розет, а я думаю, что здесь все застроят. Застроят, да. Наверное, этот же модульград и будет строить ЖК Суздальский. То есть, один, два, три. Вот это тоже ЖК. Они тут уже, а вон еще там построили. Да, да, да. Там вообще маленький какой-то. Да, да. Этажечка, да, или шестинка. Да, да, тут полностью. Вот поэтому они дорогу... И вот остановочки везде делают. Вот обратите внимание. Все, ясно. Хороший муравейник. Тут лесочек такой. Ну да, но нам, наверное, пока ничего не будут, может, делать. Ну, цеха, хоть инфраструктуру делают, да? Да, вот остановки везде, но вот эта остановка в ту сторону, она куда, интересно? Ну, дальше, с перспективой. Ну да. Это, наверное, кто оттуда приехал, вышел. А, вышел, развернулся точно и поехал. Все логично, конечно. Сейчас, ребят, посмотрим инфраструктуру. Я нашла. В ту сторону там тупичок. Ага. Все зеленуха. Где школа нашла, школа, детские сады, поликлиники. Посмотрим с вами, что тут есть в наличии рядом. Ну, по крайней мере, меня вот этот топтовый магазин очень порадовал, кстати. Там есть все. И цены нормальные. В принципе, даже не нужно никуда теперь ехать, чтобы что-то купить. И цены нормальные. Ну, вот мы взяли... После этого магазина, навряд ли ты пойдешь в спал. Ну да. У тебя уже все, ты смотришь, там все они покупают. Там и колбаска, и мясо, и все-все-все есть. Ну, вот все люди оттуда несут с пакетами. И воду, и овощи. Да. Оп-ты, розница. Отличный ценник. Я как зашла в эту Бакалею, у меня просто... У меня шок. Я думаю... И эти польские вафли по нормальным ценам. Не по бешеным там, непонятно каким, а по нормальным ценам. Ну, тут, наверное, тропиночкой можно пройти и в кэш и в кэш. Да, да, в кэш точно. Так, ну, блин, с магазинами тут все нормально. Да, дорогу, тропарки, остановочки, все до самого Московского проспекта. Ну и все, да, и вот Московский проспект. Ну, неплохо, правда, неплохо. Вот, Московский проспект, и я вам уже говорила, что тут можно вообще еще больше найти всего-всего. Друзья, вот давайте посмотрим на Циане. Наш ЖК Суздальский и школа. Школа есть на улице Юрия Гагарина. И школа номер 12 на Московском проспекте есть. Давайте детские сады глянем. Детские сады также есть Юрия Гагарина. Ну и вот на Московском проспекте тоже есть детские сады, достаточно много. Теперь посмотрим поликлиники. Так, ну и по поводу поликлиник. Давайте посмотрим. Ну вот поликлиник, я особо в ближайшие прям, в ближайшем, в самая ближайшая поликлиника, видите. Ну, наверное, Московский проспект, вот, наверное, здесь. Это Новомед, 13 минут пешком. Детская поликлиника номер один. Областная инфекционная больница. Ну, в общем-то, вот вы видите расположение поликлиник. Это ленинградский район, поэтому как-то так. Ребят, ну а мы уже дома, все уже переоделись в домашние. И смотрите, что у нас опять вечерние поливочки. А что делать, жара. Хоть и завтра у нас нарисовано, что будет гроза, но мы особо в это не верим. Ну так, есть некоторые тучки на небе, но не сильно. Вот этот цветочек хостел называется. Жду, когда он рассветет. Интересно, какие у него будут эти цветы, красивые или нет. Ну и сейчас, наверное, вооружимся перчатками и немножко подергаем сорняки здесь. Потому что сорняки растут очень хорошо. Ладно, друзья, ну что, будем заканчивать видео. Спасибо, что были с нами, спасибо, что подписаны, спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо, друзья, что вы у нас есть. Давайте увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока.